Оперативниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Майкопского района и регионального ведомства во взаимодействии со следователями районного отдела внутренних дел и инспекторами ДПС республиканского ГИБДД задержан 37-летний житель Краснодарского края, подозреваемый в сбытии фальшивых денежных банкнот. Машину с подозреваемым полицейские остановили на автодороге Кавказ. У мужчины были обнаружены две купюры номиналом 5000 рублей, которые он планировал сбыть по отработанной схеме. Кроме того, в противоправную деятельность он вовлекал своих несовершеннолетних детей. Они приобретали сувениры и продукты на сумму около 500 рублей, расплачивались подростки фальшивыми пятитысячными банкнотами, а сдачу отдавали отцу. В ходе дальнейшей работы выяснилось, что накануне задержания гость республики сбыл пять аналогичных фальшивок, одну из которых на территории Адыгеи и еще четыре в Краснодарском крае. Специалисты экспертно-криминалистического центра при МВД подтвердили, что все семь изъятых банкнот являются фальшивыми. Эксперты-криминалисты МВД по Адыгеи подтвердили, что купюры фальшивые. В отношении задержанного следствием полиции Майкопского района возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 186 УК России. Санкция предусматривает до 8 лет лишения свободы. Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК России и водворен в изолятор. Сейчас полицейские Адыгеи устанавливают место приобретения поддельных купюр и другие эпизоды противозаконной деятельности подозреваемого. По данным республиканского МВД в июне текущего года в Адыгеи зарегистрировано 49 фактов дистанционного мошенничества. Ущерб от этих противоправных деяний составляет около 8 миллионов 400 тысяч рублей, а большая часть потерпевших – жители города Майкопа. Один из наиболее ярких примеров потери бдительности – мошенничество, совершенное в отношении 51-летнего местного жителя, который лишился почти 3 миллионов рублей. В этом случае злоумышленники настолько расположили к себе мужчину, что тот даже продал свою недвижимость и перечислил все вырученные деньги на заранее указанный безопасный счет. Необходимо отметить, что, как и ранее, аферисты продолжают использовать достаточно распространенные схемы обмана граждан, выдавая себя за работников финансовых организаций и сотрудников различных организаций, в том числе и правоохранительных органов. Полиция вновь обращается к гражданам с призывом не поддаваться на уговоры неизвестных. Телефонные мошенники являются хорошими психологами и способны уговорить человека выполнить действия, результатом которых обязательно станет потеря всех денежных средств. В полиции города Майкопа зарегистрирован беспрецедентный факт мошенничества, совершенный посредством мобильной связи. В результате общения с аферистами 51-летний мужчина лишился около 3 миллионов рублей. В начале июня текущего года под видом работников финансового учреждения мошенники позвонили майкопчанину и сообщили о том, что неизвестные пытаются получить доступ к накоплениям на его счете. На протяжении почти двух недель неизвестные продолжили звонить потерпевшему и обманывать его. Введенный в заблуждение мужчина быстро продал свое недвижимое имущество, а вырученную сумму перечислил на те самые безопасные счета, которые рекомендовали ему уже сотрудники банка. Когда майкопчанин узнал, что лишился всех накоплений, а это почти 3 миллиона рублей, обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Санкция лишения свободы на срок до 10 лет. Далее в программе коротко о некоторых фактах и событиях. Министр Иван Бахилов накануне Дня семьи, любви и верности вручил ценные подарки многодетным сотрудникам органов внутренних дел. Подполковнику полиции Роману Агаркову, у которого пятеро детей, и майорам полиции Аслану Шауджену, воспитывает семерых детей, и Дмитрию Куликову, отцу пятерых детей. Награждение происходило в рамках ведомственного оперативного совещания. Госавтоинспекция Тахтамукайского района проводит проверку по факту ДТП с участием четырех иномарок. Установлено, что 60-летний водитель Киа Рио при осуществлении поворота не предоставил преимущества в движении встречному авто. От удара иномарка изменила траекторию движения и врезалась в два других транспортных средства, находившихся на перекрестке. В Адыгее сотрудники полиции обсудили с представителями органов власти вопросы профилактики экстремизма. До участников встречи довели цели и задачи таких мероприятий, а также подробно остановились на том, какую опасность представляют собой терроризм и экстремизм. Согласно данным Республиканского МВД в июне текущего года, стражами правопорядка Адыгея зарегистрировано 12 случаев повторного управления транспортом в состоянии опьянения. Автомобили фигурантов изъяты, возбуждены уголовные дела. Напомним, что санкция статьи 264 Прим. 1 УК России предусматривает до двух лет лишения свободы. В Адыгее в июне полиции задокументировано более десятка случаев хищения велотранспорта. Из них по двум фактам оперативники установили злоумышленников и вернули похищенное владельцам. С одним из таких заявлений в дежурную часть отдела МВД России по городу Майкопу обратилась 43-летняя местная жительница. Она рассказала, что неизвестный со двора домовладения тайно похитил ее велосипед. Прибывшие на место происшествия участковые уполномоченные полиции провели обход и осмотр прилегающей территории. В результате вышли на след подозреваемого. Стражи правопорядка задержали 48-летнего ранее судимого местного жителя, у которого находилось украденное имущество. Полицейские отмечают, что совершению таких противоправных деяний способствует, как правило, обеспеченность самих владельцев имущества. Велосипеды, оставленные без присмотра в подъездах многоквартирных домов или в иных общественных местах, являются легкой добычей для воришек. Продолжение следует...